Продолжение следует... 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 пройти по порядку, по той логике, которая была, по тому содержанию, которое было представлено в программе «Наша Подмосковья». Вы знаете о том, что главный приоритет, который обозначен, это приоритет номер один в программе, это все, что касается социальной сферы здравоохранения и образования. Очень много задач было поставлено именно в части развития системы здравоохранения, это и строительство сосудистых центров, и строительство перинатальных центров, вопрос лекарственного обеспечения. Поэтому я, наверное, предлагаю с этого начать. С вопросов здравоохранения, в части именно строительства новых учреждений здравоохранения, проблем лекарственного обеспечения и работы скорой медицинской помощи. А также в программе губернатора в качестве приоритета была обозначена антинаркотическая деятельность и поддержка медицинских работников, наших врачей. У нас здравоохранение управления присутствует? Уважаемые коллеги. Я предлагаю представляться, потому что у нас здесь много наших участников, которые не работают в администрации, чтобы каждый день заниматься. Добрый день. В настоящий момент здесь полная обязанность начальника управления здравоохранения из Росковского района. Волково снижал неправильно. На сегодняшний день мероприятия по охране здоровья населения включают в себя совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, финансирование муниципальных программ охраны и укрепления здоровья населения и реализацию мер по развитию, в принципе, муниципальной системы здравоохранения. В 2013 году за счет муниципального бюджета у нас проведены капитальные ремонты филиал Голицынской поликлиники, Барлихинской амбулатории, инфекционного отделения Адельцовской ЦРБ. Общая сумма проектов это около 130 миллионов рублей. Лечебные учреждения оснащены современным медицинским оборудованием. Это цифровые рентгеновские аппараты, пилорограф, радиовизиографы, аппараты УЗИ, оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии, стерилизационное оборудование, оборудование для пищебока районной больницы номер 2, биохимические и гематологические анализаторы для лаборатории, а также санитарный транспорт, который в настоящий момент используется для транспортировки гемодиализмных больных, организации транспортировки мобильных граждан для консультации в федеральные центры лечебные. Затраты бюджета района на уступление материал-технической базы в этом году составили более 170 миллионов рублей. Также в 2013 году началась реализация, я бы сказала, двух грандиозных проектов, которые выведут совершенно новый уровень показания медицинской помощи пациентам Одинцовского района. Это реконструкция первой поликлиники Одинцовской ЦРБ с увеличением ее мощности до 1500 посещений в смену. Проект уже находится в государственной экспертизе. И проект строительства нового хирургического корпуса детской больницы и реконструкции имеющегося пятиэтажного здания Одинцовской ЦРБ и в настоящий момент располагается в основной поличный фонд. В текущем году завершено проектирование по реконструкции неживого помещения по адресу Можайского шоссе, в 34. В следующем году планируются там строительные работы с последующим открытием в этом здании онкологического диспансерного отделения. Общая цена проекции – это порядка 58 миллионов рублей. Также завершено проектирование гаража Голицынской подстанции скорой помощи. В 2014 году ожидается строительство. Ни для кого не секрет, что наиболее болезненным вопросом в нашей сфере является льготное лекарственное обеспечение определенных групп граждан. В настоящее время количество льготников, которые имеют право на социальную поддержку в виде обеспечения лекарственными средствами, только на территории района составляет 35 тысяч человек. Согласитесь, это очень много. Это значит, что каждый десятый житель нашего района страдает социально значимым заболеванием или не является инвалидом по тому или иному заболеванию. За 11 месяцев 2013 года за счет средств федерального и регионального бюджетов в общечном учреждении района, аккредитированных на отпуск льготных лекарственных средств, поставлены лекарственные средства в сумму более 200 сантиметров рублей. Однако этих средств не хватает для обеспечения жителей нашего района необходимыми лекарственными средствами. В особой мере это касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями, поскольку лечение такой группы пациентов достаточно затратное. Для поддержки таких пациентов с 2011 года на территории Льцовского района реализуется долгосрочная муниципальная программа в части приобретения лекарственных средств для отделения противоопухолевой лекарственной терапии Льцовской ЦМВ. В 2013 году на эти цели было выделено и потрачено около 25 миллионов рублей, что позволило приобрести для больницы такие дорогостоящие препараты, как герцептин, авастин, тимодал, токсатер и многие другие препараты современной химиотерапии последнего поколения, а также препараты для проведения аминотаргентной терапии. В результате этой программы показатель смертности от онкологической заболеваемости за 2 года у нас снизился на 10%, а процент 5-летней выживаемости после установки диагноза значительно увеличился. Также для более полного обеспечения граждан необходимыми лекарственными средствами пациентам выплачивается материальная помощь на приобретение или компенсацию ранее приобретенных лекарственных средств за счет средств поселений. В этом году сумма материальной помощи составила почти 4 миллиона рублей. С целью приближения лекарственной помощи населению работают 17 аптечных организаций, оказывающих услугу по годному лекарственному обеспечению. Из них в 2013 году открылись 2 аптечных пункта на базе медицинских учреждений. Это в Новой детской поликлинике в Трехгорке и в Назаревской амбулатории. В 2014 году планируется открытие еще 3 пунктов на базе медицинских учреждений района. Это в Лесногородской амбулатории, в Жаворонковской амбулатории и в Успенской амбулатории. Аптечные пункты будут открыты в первом квартале 2014 года. Говоря о качественной медицинской помощи, невозможно не остановиться на оказании скорой и неотворенной медицинской помощи. В соответствии с действующим российским законодательством, на сегодняшний день скорая помощь нас оказывает медицинскую помощь всем гражданам, проживающим на территории Одинцовского района, вне зависимости от их регистрации и гражданства. В 2013 году был обновлен автомобильный парт скорой помощи, было приобретено 20 автомобилей специализированного скорой медицинской помощи, из них один реанимобиль. На подстанциях внедрена электронная система АДИС, которая позволяет записывать вызова и фонограммы участников вызова. Также для контроля работы бригад и автотранспорта внедрена электронная система АДИС, которая кроме контроля движения по задному маршруту обеспечивает дополнительную связь с бригадами и вызов полиции. Все машины оснащены навигаторами, видеорегистраторами. Наряду с этим закуплено новое оборудование для оснащения бригад скорой помощи. Это и электрокардиографы, дефибрилляторы, пульсоксиметры, глюкометры, небулайзеры, кислородная аппаратура и реанимационные наборы. Широко применяется на скорой помощи тромболитическая терапия у больных с острым коронарным синдромом. В 2013 году проведено 17 тромболизисов, 25 человек доставлено в кардиоцентр. Все этим людям спасли жизнь, вернули их к трубку. Наиболее острым вопросом остается кадровый дефицит в учреждениях здравоохранения от ток специалистов в Москву. С целью привлечения медицинских кадров на территории района за счет муниципального бюджета производятся доклады сотрудникам скорой медицинской помощи, медицинским работникам дошкольных и школьных учреждений, районным специалистам и врачам военной призывной комиссии. Медицинским работникам предоставляется служебное учреждение. В 2013 году для медицинского хранения выделено 17 квартир. Часть из этих квартир пошло для привлечения медицинских кадров во вновь открытые лечебные учреждения в треугольке. Это филиал детских клиников и взрослых клиников. В 2014 году также планируется ремонт помещения по адресу улицы Частяковой и Дом-2 для размещения там общежития для медицинских работников в Одинцовской ЦРБ. Также на территории Московской области действует долгосрочная целевая программа о поддержке отдельных категорий граждан при улучшении межречных условий с использованием потечных жилищных кредитов. В соответствии с условием участия граждан в программе это регистрация в Московской области 10 лет, старшая работа по специальности 5 лет и отсутствие жилья на услуги социального найма или зарегистрированных в живом помещении общей почте, которого составляет менее 8 квадратных метров на одного члена СМИ. То есть в рамках этой программы медицинские работники также могут улучшить свои жилищные условия. На мой взгляд, проводимые мероприятия по улучшению качества и доступности медицинской помощи населению как со стороны федерального областного проекция, так и со стороны органов местного управления являются достаточно эффективными, поскольку за последние 10 лет на территории Ренцовского района наблюдается положительный прирост населения. То есть у нас рождаемость, унижается нервность. Спасибо огромное. Я бы здесь еще хотел дополнить по части антинаркотической тематики, что сейчас по поручению главы района, руководителя администрации началась разработка муниципальной программы антинаркотической, которая как раз будет предусматривать как мероприятия, направленные как на профилактику, так уже и на работу с теми людьми, кто попал все-таки в эту зависимость. И мы должны до конца текущего года эту программу в районе принять. То есть она будет, скорее всего, трех- или пятилетняя, поэтому эта работа сейчас также ведется. Коллеги, есть ли какие-то, возможно, дополнения, вопросы вот по этой части сейчас? Тогда я предлагаю перейти дальше. Следующий блок вопросов, который не менее значимый, не менее острый. Это все, что касается образования, сферы образования. И здесь в качестве приоритета губернаторам поставлена задача, в первую очередь, это ликвидация очередности в детские сады. Это развитие материально-технической базы и вообще базы общеобразовательных учреждений, направленных на то, чтобы дети у нас учились в первую смену. То есть такой приоритет. Это работа единой электронной очереди в Московской области, в дошкольное образовательное учреждение. И работа, связанная с детьми-сиротами и детьми-инвалидами. Я бы хотел слово, наверное, к Леониду Горьевичу. Да. Где удобно, Леонид Горьевич? А где удобно? Вот здесь стуешь, можно здесь присесть. Леонид Горьевич, рядом с Андреем Николаевичем. Мы, если сюда, можно. Здесь и по общевызывательным колам по детским садам. В Одинцовском муниципальном районе располагается 60 муниципальных детских садов, 24 детских садов на территории городского поселения Одинцова и 36 детских садов городских и сельских поселений. Среди них 9 детских садов, принятых в этом году, в 2012 году, в октябре месяце, от Министерства обороны Российской Федерации. Электронная очередь детей в Одинцовском муниципальном районе введена с января 2019 года. С 1 июля 2013 года по распоряжению исполняющего обязательства комбинатора области сформирована единая база данных очередной электронной площадки по Московской области, которую каждый родитель сможет увидеть в сети интернет через портал государственных и муниципальных услуг. В настоящее время проводится перегистрация нуждающихся. Это очень большая работа дошкольных образований, на котором на новом портале при этом дата постановки на учебе сохраняется. С 1 по 3 марта 2013 года в рекламных очередях в муниципальных детских садах регистрируем 11 348 детей. В возрасте от 0 до 7 из них. В возрасте от 0 до 3 7 955 человек. В возрасте от 3 до 7 3395 человек. В сентябре 2013 года дополнительно открыто 1299 мест. Из них 64 мест в крупных семейных группах семейного воспитания. Более 80 875 мест в группах подковлений на пребывание детей. 360 в группах полного дня пребывания детей. В результате проведения текущих ремонтов работ. Планируется и в сентябре 2014 года дополнительно открыть более 300 мест в детских садах. 42, 50, 73 это городского поселения Кубинка, это министерство обороны детских садов. В детских садах номер 43, 7 и в сентябре Покровской. В рамках реализации программы частного государственного партнерства открыто 108 мест для детей в возрасте от 3 до 7. в двух негосударственных образовательных учреждениях, а именно это Мирообразование и Виктория. В настоящее время более 10 тысяч детей дошкольного возраста посещают муниципальные детские сады. В 2014 году за счет средств дюжета района завершается строительство двух детских садов. Это на 120 мест городское сельское поселение Кубинка, и детский сад на 320 мест, это Денцово, по адресу Денцово. И также пристройки на 80 к муниципальному детскому саду в Луэландске. Детский сад номер 33. В соответствии с инвестиционными контрактами ведется строительство на 12 объектах, это 1525 мест. Строено пристроенное здание детского сада номер 40, на 40 до половых мест, это Новая Денцово, 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 РАНТЭ. Детского сада на 280 мест, 5-й микрорайон, застройщик там же строя, это Белевский Денцово, Сад. Трех детских садов на 30, на 120, на 220 мест, микрорайон Новая Денцово, застройщик 100-150 лет. Двух детских садов, 115-170 мест, это городское поселение Заречья, застройщик Зава Кушнарев. Двух детских садов на 110 мест, каждый, новая, это западная врата, это не сама новая, это западная врата, новый объект. Трех детских садов, по 110 мест, кадр в городском поселении Оденцово, улица Акунская. В 2014-м учебном году обучение в две смены придутся в 22 муниципальных общепродывательных учреждениях. Из них в четырех сельских, это Горковская, Долковская СОЖ, Савинская, Килиан, Вершовский СОЖ. И 18-я школа города Оденцово, в городе поселение города Оденцово, СОЖ 1, 5, 8, 12, 16, 17, начальная 2, Оденцовская гимназия 4, 7, 11, 13, 14, Оденцовский СОЖ, 6, Горсензиомская гимназия, Голицынская ферма, Кубинская 2, Маловизиомская, Лесногоровская. Всего в второй смен обучается 2714 детей, это где-то около 10%, от общего количества обучающихся. Наибольшое количество детей обучается во второй смене в Долковской, в Дружбе, 360 человек, 28%. Оденцовская гимназия номер 14, 268, Оденцовская гимназия 11, 197, Маловизиомская 186, 13, 177, Оденцовская 16, 127 человек. В результатах муниципальной программы развития образования в Оденцовском муниципальном районе Московской области на 2014-2016 годы, в 2014 году, за счет инвестиций, планируется завершение строительства второй очереди школы в Микровине Новой Трогорке на 900 мест. В поседении Нового лесногородного планируется завершение строительства нового здания в Оденцовской гимназии номер 14 на 400. Проекты все готовы. На территории Оденцовского района расположены два муниципальных детских дома для детей-сирот и детей, оставшихся без причинения родителей. Оденцовский детский дом благо для детей-сирот и детский дом, оставшихся без причинения родителей. Специальный коррекционный для детей-сирот и детей, оставшихся без причинения родителей. С ограниченными возможностями дороги. В настоящее время в детских домах находятся 21 госпитаний. В 2011 году 14 детей были переданы в приемные семьи, 11 дней в Кроме. В мемори 14-м году специальный коэффициентный детский дом будет реорганизован путем слияния со специальной коэффициентной школой интернатом 8-го вида. При школе-интернате будет функционирована группа с голосовым трудованием для детей-сирот и детей, оставшихся в учении родителей. В 2011 году 4 человека из числа детей-сирот, оставшихся в учении родителей, получили квартиры в лесном городке, в новой квартире. В 2012 году 6 человек получили квартиры. В 2013 году парнируются подоставить, квартиры уже закуплены, четверым ребятам в поселке лесного города. Это все на комнате квартиры, все это на воскройке. В районе школы созданы и развиваются системы специального коэффициентного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в общеобразовательных школах 1,5 обучается 285 детей-инвалидов. Из них 144 общеобразовательных и 141 специальных коэффициентных обучающих школ. В этих школах обучение проходит по трём видам программ. Общеобразовательным, программу специально-инфекционную, 8-го года программа обучения детей со сложными дефектами развития. Дети-инвалиды активны участвуют в областных районах, мероприятиях. Также ежегодно в поселке Старогородук проводится районный театральный конкурс «Золотая лавра» для детей-инвалидов. Детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-воспитанников детских домов. Ежегодно наши дети с ограниченными возможностями здоровья становятся степениатами губернатора. В 2014 году степениатами стали 6 человек. Специальная коллекционная общеобразовательная школа «Гармония» стал муроватом премии губернатора в Москве. В номинации «Дистанционные» мы были одни из первых. Обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации благосрочного целого программы в Московской области в поддержке отдельных категорий граждан при улучшении имени жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов, в 2019-2024 году за образовательным учреждением на район направлено полная информация о данной программе. 8 учителей в годах до 35 лет из семьи образовательных учреждений изъявили желание стать участниками программы. 5 молодых учителей получили одозрение банка на будущие категорищные кредиты по банку, банк и автосор. У меня все осталось. Спасибо, Леонид Егорович. Можно вопрос, Леонид Егорович? Давайте мы по очереди. Только, пожалуйста, вставайте и представляйтесь. Значит, Сергей меня зовут. Я являюсь котом многолетным. У меня трое детей. Значит, мне вот просто непонятно, кто вообще у нас был инициатором, значит, обменить ясли. Как бы вот из доклада вашего я слышал, что у нас порядка 7 тысяч семей сидит с детьми от нуля до трех лет. И тем не менее у нас в городе и в области нигде по детским садам нету просто ясен. Раньше они были, сейчас и просто отменили. Вот как бы мне хотелось узнать, кто вообще инициатор вообще этой идеи. И для чего это сделано? Сколько у нас такие большие масштабы? Порядка 7 тысяч семей. Спасибо. Ну, по этому вопросу я могу просто ответить. И вы должны сами тоже знать, и вы прекрасно это, кстати, знаете. О том, что было одно, что на сегодняшний день нам нужно ликвидировать котель от трех до семей. Это высказанный был в нашем президенте. Я согласен. А что делать тем людям, которые... Вы просили этот вопрос, я на него ответил. Женщины находятся в декретном отпуске. Что им делать? Вопрос был задан еще, почему это было сделано. Да. Почему именно таким путем? Как бы это не есть здорово. Каким путем? От трех до семей вы ликвидируете очередь, а от ноля до трех вы об этом не думаете. Я вам, по-моему, русским языком сейчас ответил, что на сегодняшний день это была института его президента. Понятно. А общий совет диспутатов какой-то. Вот по многодетным семьям, по земам, я знаю, что вы какое-то дополнение выпустили. Конечно. Мы сделали таким вариантом, что те ящики, которые у нас были, там дети дохаживают. Но был у меня приказ. Я понимаю приказ. А каким-то образом компенсировать это? Как вообще это сделать? Что делать тем матерям, которые сидят сейчас с детьми и не могут устроиться на работу в силу того, что им просто некуда отдать детей? Потому что у нас ни одних вязей нет. Куда? Вот что делать? Вот скажите. Вот вы как народные избранники. Скажите, что делать тем людям? Во-первых, я не народный избранник. Ну, я не имел в виду вас вообще. Во-вторых, я работаю по определенным законам. Вы знаете, приказы. Если мне так приказ, то я обязательно выпадаю. Я понимаю. А дальше вопрос не мой. Я и спрашиваю вас, какая работа ведет в виде того, что делают люди? И вообще, когда решится эта проблема? Коллеги, у меня, во-первых, просьба здесь не переходить на повышенные тона. И это во-первых. Во-вторых, вопрос прозвучал, на него был получен ответ, что действительно есть указ президента, который предписывает ликвидировать очередность в возрасте от 3 до 7 лет. И понятно, что муниципалитеты, будучи вписаны в единую политику, здесь решают в первую очередь эту задачу. Ваш вопрос, который вы задаете по поводу Ясни, вопрос его остроту, все прекрасно здесь сидящие понимают. И скорее, это вопрос, который должен сейчас не просто в воздух прозвучать, а быть поставлены как задача. Сейчас такой задачи не стоит именно в силу того, что есть указ президента, который органы местного самоуправления обязаны выполнять. Я предлагаю взять этот вопрос сейчас, изфиксировать этот вопрос в проработку администрации, на предмет того, что вы сказали о возможных вариантах решения этой задачи, и о возможных компенсациях. Над этим нужно сейчас просто проработать этот вопрос. Поэтому, пожалуйста. Александр, зовут. Хотел узнать, предусматривает ли бюджет района частично оплату коммерческого детского сада за непредоставление места в дошкольных показательных учреждениях муниципальных? Какого коммерческого? Ну, если я не могу своего ребенка отдать ему в муниципальный детский сад из-за того, что очень большая очередь, я даю своего ребенка в коммерческий детский сад. И известно, что существует практика в ряде муниципалитетов, где на бюджет района влагаются функции по частичной компенсации этих затрат родителям. Ну, может, не так. Дело в том, что не практик существует. А есть такая позиция. Если частный детский сад решил вступить, если подписать договор с Министерством образования Московской области, то частичнее, там, по-моему, до 18 тысяч рублей, они могут получать компенсацию. Они получают напрямую на каждого ребенка. И там получается оплата где-то порядка 3,5-4 тысяч рублей за пребывание в этом детском саду. Но многие коммерсанты не очень хотят найти это. Там, где хотите-то приходить, надо для них. То, что им лицензироваться надо. Они лицензироваться не хотят. То есть, вы не владеете нормацией четкой? Как это представлено на соц. Министерством образования? Нет, Леонид Егорович правильно все объяснил. Эта практика есть. Речь идет о субсидировании частных детских садов. Так, как он рассказал, так оно и есть. Если этот частный детский сад имеет лицензию, он имеет право получать субсидию на каждого человека. Да, вот Леонид Егорович даже сумму там правильно. Порядка 18, там до 20 тысяч рублей на ребенка он получает. Вот Раиса Алексеевна может уточнить. У нас... Порядка 54 миллионов, по-моему, в бюджете на эти цели предусмотрены деньги. Средства субвенции, субсидии на субсидирование. Поэтому, если вы отдаете своего ребенка в детский сад, который участвует в этой программе, для этого он должен быть не как частный центр, а именно как частный детский сад полноценный, который прошел лицензирование. Он должен иметь лицензию, да, и лицензию получить в Министерстве образования Московской области. И тогда детский сад является получателем этой субсидии, и он компенсирует свои расходы, и за счет этого уменьшает стоимость обучения в этом частном детском саду. Можно еще вопрос? А как на сегодняшний день таких садов у нас лицензировано, которые участвуют в программе муниципальной? В какой программе? Ну вот, я вот слышал, что говорят, что если сад участвует в муниципальной программе, то ему выделяется компенсация. Вам сказали здесь не то, что в программе муниципальной, он должен иметь лицензию. Ну вот, я спрашиваю, сколько таких садов у нас на сегодняшний день? Они практически должны иметь все лицензию, для того, чтобы ввести это в образовательную услугу, иначе их Роспотребнодор обязан закрыть. Ну, вы сами знаете, что у нас этих садов достаточно много, которые находятся у нас в районе инвариумных, и ко многим у них просто даже не явишься, не войдешь, хотя мы обязанно предоставляли за них полную информацию. Там и автоматчик, можно увидеть все, что угодно. Это первая позиция. А вторая позиция по поводу всех этих садов, не каждый предприниматель хочет этим вопросом заниматься, их это не устраивает. У вас есть просто цифра этих садов? Количество? Ну, я сейчас просто на память не помню. Ну, так, хотя бы нам скид. Ну, штук 10 лет. Ну, они маленькие все, 40, 20, 30, 40, 20, и в городе есть два. Вот, в частности, я вам здесь, вот сейчас говорю, что у нас вот два детских сада, это Мир Образование и Виктория, я об этом дочитал, 108 мест для детей в возрасте от 3 до 7, в двух них государственных. Вот они работают по этому поводу. А почему даже цена там за 30 тысяч? Да, вот, кстати, вот по поводу 18 тысяч, частный сад, я сам... Если полностью вы со своими детьми пришли сюда, и на них открылись эти деньги, если они открылись на 1 сентября, и вы знаете, поезд может и уйти. Вот я знаю, что на 54 миллиона мы платим по бюджету детским садам вот этим, в этом плане. За преподавание детей в детском саду. Детский сад на 32 тысячи. Не знаю, они более... От 25, самый дешевый сад, конечно. А? Это самый дешевый сад, частный, от 25 тысяч. Я думаю, Леонид Горьевич, я что предлагаю? Я предлагаю, раз этот вопрос возник, я думаю, имеет смысл просто обнародовать и публиковать информацию, какие программы участвуют, какие детские сады участвуют в этой программе. Это все можно уже увидеть у нас на сайте. А, есть на сайте. Поэтому, ну, давайте мы, может быть... Сейчас мы ополады расширить немножко, вот предыдущий вопрос под садом, и возьмет и этот сегмент. В любом случае, информация должна выйти, нужно будет рассказать о полномочиях муниципального района, соответствующих 31 федеральных законов, что мы имеем право делать, что мы делаем дополнительно. Содержание и дополнительное образование это одно, а содержание ребенка в саду и в яслях это немножко другое. Поэтому нужно подробно разъяснить, чтобы люди понимали, в чем проблема и наша в том числе, и как мы пытаемся ее решить. Хорошо. Меня зовут Михаил. Прокомментируйте, пожалуйста, абсурдность ситуации с подтверждением электронной очереди. Сейчас, насколько мне известно, это очередь подтверждения очереди растянулась на 4 месяца вперед. Я лично подтверждал свою очередь и записался на прием подтвердить свою очередь электронную в сентябре на январь. Почему нельзя было сделать это подтверждение таким же образом, то есть электронно, как, собственно, и в сентябре. Занимало это буквально несколько минут, предложение документов, отправка по электронной очереди. Я знаю, что сейчас уже электронная очередь завершена, регистрация. Это очень большая работа была. Я вам сказал, сколько? 11 тысяч с лишним, это 348 детей. Причем, самое интересное, чтобы проходили, вы знаете, что одно дело, мы регистрацию проводим, но не детей, которые у нас муниципальные, Одинцовский район. Одинцовский район, были вопросы, были вопросы, но у нас четко прописано, что на сегодняшний день в правилах о приеме мы можем любому дать место в детском саду, любому гражданину иностранному, при условии, что полностью у нас ликвидированную очередь. Здесь есть места, но у нас места этих нет. Вопрос в этом вопросе. Почему регистрация немножко дотянулась? Она дотянулась, потому что у нас приходило вместо 11 тысяч 348 родителей, чтобы провести полностью перерегистрацию своего ребенка, проходило почти в два раза больше. И очень много времени мы обсуждали вот на эти вопросы. Зачем надо было сделать подтверждение? Это не мое, это не мое подчеркивание. Я в начале выступления говорил, подождите, говорил, что это инициатива правительства Московской области. Ну инициатива была в создании электронной очереди, а не физической у вас в управлении образованием? Мы делали электронные очереди. Она разрушена. И каждый из людей получил квиток и мог вам дозвониться. И сейчас ему говорили, в какое время он должен подойти. Вот я дозвонился. Мы не приходили за полотенцем за час. Еще раз, минуточку. Я дозвонился в сентябре и запись у меня на 15 января 2014 года. Только для того, чтобы подтвердить ту очередь, которую я занял в 12 лет. Михаил Леонидович, я можно сниму вопрос? Здесь еще раз объяснение. Это вопрос не по адресу, это вопрос задавайте в Министерство информационных технологий Госуправления области. Это их система, и они определяли порядок перерегистрации. Вы правильно заметили, у нас своя система работала с 2012 года. Работала успешно и без каких-либо проблем. Но пришла команда перейти на единую очередь в Московской области. Там был предложен алгоритм и решение, на основе которого это происходит. Поэтому здесь задача управления образованием заключалась чисто техническая, а весь алгоритм был предложен оттуда. Поэтому, на мой взгляд, этот вопрос лучше переадресовать к тем, кто занимается единой очередью в области. Пожалуйста, еще вопрос. Можно, да? Новая трехлорка. Вопрос по детскому садику. У нас летом было торжественное открытие двух садов. Одного садика маленького на 3-м, одного большого на 3-м. Какого садика открытия было? В 72-м доме. Было открытие... Когда вы его открывали? Я не помню. Приезжали, садик принят, что с 1-го сентября он начнет уже функционировать. Сегодня, в декабре месяц, садик как не работал, так не работает. Второй садик, у нас 220 лет, был сдан в октябре месяце, который также не работает. Очень хотелось бы узнать, когда начнут работать два этих садика. И сразу встречный вопрос. Почему оба садика идет вопрос о передаче подкладов для образования? Значит, поэтому вопросы... Вот видите, вы сами отвечаете, задаете вопросы, отвечаете на него. Я подчеркиваю опять, что СУ-155-й, это частные предприятия, которые, если они передадут нам на 30 мест сад, мы его примем. И будем работать, если они нам передадут. От вас еще девушка одна была, говорит, что вы нам обещали, что этот сад будет муниципальный. Я их никому обещания не могу дать. Это не мой сад. Это первый вопрос. Второй сад на 220. Он тоже сейчас находится в собственности. СУ-125. И нам пока его никто не передавал. Поэтому эти вопросы вы можете... Но я опять же говорю, это СУ-155 является собственником, а не управлением образованием. Вы можете официально дать подтверждение, что вам на сегодняшний момент не были переданы в одну из... Это я могу говорить, что у меня на сегодняшний момент нет на моем балансе ни одного, ни второго детских садов. Официально это говорю, в присутствии всех. Хорошо. Да, пожалуйста. У меня продолжение вопроса. Меня зовут Максим Иванович Григорьевич. По поводу электронного учреждения. Допустим, была уважательная причина для переорегистрации. Но не было никакой информации, где родители. Потому что я, допустим, и мои знакомые совершенно случайно по сарапальному радио узнали, что нужно прийти и физически сдать эти документы. То есть можно было как-то... Когда люди регистрировались, они оставляли адрес своей почты. Допустим, можно было сделать рассылку среди этих людей. Или слышали по такой газете? Естественно, я слышу. Нет, но слышали или нет? Конечно. Хорошо. А в газету недели слышали или читали вы? Нет. Нет. Во всех этих вариантах мы информацию давали и в газетах, и на наших сайтах до сих пор все это лишит. И в электронной почте тоже самое. И вы могли получить, и телефоны там тоже есть. Ну, скажем так, никакой рассылки не было. Я говорю, что у него в газете все это было, а вы говорите, а сын-то. Я здесь не говорю про газету. Вы представьте себе, сколько можно для населения? Максим, Леонид Егорович, здесь проблема зафиксирована. На мой взгляд, просто нужно подумать о том, как... Это касается не только вопросов, связанных с информированием со стороны управления, образования. Это в целом проблема со стороны администрации. То, что касается пути информирования граждан, особенно каких-то важных текущих задач, которые идут. И эта проблема, она должна в комплексе сейчас решаться. Я просто предлагаю зафиксировать, что эту тоже задачу нужно сейчас брать в проработку, чтобы оперативная информация о срочных каких-то мероприятиях, задачах, она была более широкой, чем есть сейчас. Спасибо, коллеги. Да, можно еще раз. Меня зовут Алексей. Вопрос, у меня даже не вопрос, а у меня предложение, скорее всего. Я слушаю второй доклад, переводятся цифры, инвестиции, которые были сделаны, вложены, факты, какие-то улучшения, строительство новых объектов. Вот хотелось бы увидеть, слышать от выступающих информацию о результатах, которые приносы к сравнению с прошлыми годами. Как изменилась ситуация? Как уменьшились очереди детские советы? То, что людей стало больше обслуживаться больницами? Как быстрее, насколько быстрее стала скорая помощь приезжать? То есть это было бы полезно услышать присутствующим, потому что, чтобы понять эффект от тех мероприятий, которые проводятся. И впоследствии, конечно, эти данные были бы очень интересными для дубликации на информационных каналах, на социальных медиах, на телерадио-кампании «Одинесова» и так далее. То есть вот такого предложения. Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста. Я процену первый вопрос по организации слушателей. Дело в том, что на их слушание можно было зарегистрироваться только электронным образом. И мы, человеку, который из общественной палаты, я, к сожалению, не знаю имени, кто нас обзванивал от подтверждения своего присутствия, задавали вопрос. На тему, можно ли с нами еще приедут жители, которые не имели возможности электронно зарегистрироваться на жилые люди. Сейчас внизу стоят два человека из села Ромашку. Ну, люди, которые не имеют такой возможности, охраны не пропускают. Можно ли какой-то вопрос решить? Сейчас мы имеем? Вот в данный момент, да, внизу стоят два человека. Спасибо. Просто это общественное слушание, а там охрана просто, не знаю, как, как щитом встала и говорит, нет, мы никого не пропускаем. Ну, это можно было вначале сообщить, чтобы люди не стоили и убежали. Ну, мы не поражали, к сожалению, время, мы не стали перебивать, просто извините. На конкретный вопрос. Ленин Егорович, скажите, пожалуйста, какие планы администрации по реконструкции здания бывшей юдинской сменной школы под детский сад? Бывшей юдинской сменной школы, вечерней, под детский сад. На каком этапе? Просите, что вы? Я знаю, что... Вы сами занимаетесь этим вопросом, по-моему. Нет, Ленин Егорович, мы не можем заниматься, потому что мы администрация поселения, это не совсем наши полномочия. Мы с предложениями хотим выступить, да. Я знаю, что... Принять участие, что финансирует. Я вопрос на это вопрос. Что на сегодняшний день юдинскую школу среднее, управление образованием, полностью сдали в Кыне. Это теперь уже не наш агент. А то, что я знаю и слышу, и точно так, как вы должны были, знаете, как работать в администрации, о том, что там на территории этой старой школы будет построена детский сад. А такими памятниками нет, по-моему, на 208. Там позволяет территорию. Ведь по количеству детей мы можем строить только из-за того, что здесь нормативы, которые на каждом ребенке соответствующие количеству квадратных метров земли. И там вот эта площадка большая достаточно. Планируется, там поставить детский сад, и на 200 рублей. Значит, и в 2014 году будет завершено проектирование? Проектирование? Да. Я не занимаюсь этим вопросом. Это уже не мой вопрос. Ну что, я сказал, мы сдали, это уже занимается администрация строительной идеи. Можно мне вопрос? Да, пожалуйста. Ромашкова, Мастерова, Светлана. У меня такой вопрос. У нас возрастает численность населения из-за строительства многоэтажных домов. И, соответственно, население уже будет превышать, когда все будет сдано, более 30 тысяч человек. В Немчинах и Ромашково нет ни одного детского сада и школы. Планируется ли строительство детских садов и школ? Был вопрос, кому задают. Вам. Я, Егоров Леонид Егорович, 1949 года рождения, являюсь педагогическим работником, не строителем. Я не строю детские сады, не строю школы. Я их эксплуатирую. Если мне дадут школу, детский сад, мы найдем специалистов и все будем делать. По Трехгорке. Я сам родился в Трехгорке. Я прекрасно знаю, что такое военный городок. Я знаю, куда у вас канализация течет. Она просто... Я, 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 я и громадку. Хорошо, это почти одно и то же, не надо делать. Поэтому здесь вы прекрасно все это знаете. Вот. И здесь вопросы надо задавать застройщикам. Галина Борисовна готова прокомментировать. С проектом предусмотрено. Проект планировки его строительства детских садов и школ. А администрация района с бюджета строительства каких-либо детских дошкольных и школьных учреждений за счет бюджета на этой территории не предусмотрено. Из бюджета района не предусмотрено. А строительство сейчас уже ведется какое-то? Да. Сейчас ведется строительство социальной инфраструктуры инвесторов. Инвесторов, да. Там у нас на той территории три инвестора. Там у вас земля собственников, и они строят, что хотят. А школы им не выгодные, садики. Леонид Игоревич, у меня вопрос по одному. Ещё раз. Вопрос прозвучал. Мы можем сейчас конкретно сказать по объектам, что там? Сейчас конкретно нет. У меня тогда предложение тоже в индивидуальном порядке. Галине Борисовне обратитесь. Она предоставит информацию по Ромашкову, какое количество объектов и где социальная инфраструктура там планируется. У нас видео... Позвольте дополнить его. Румянецкий Алексей Васильевич, Немчинка, соседний село с Ромашковым. Я хотел бы спросить, кто осуществляет контроль за обещаниями инвесторов и строителей? То есть, недавно у нас проходили службы необщественные в селе Немчинок. ЖК-лидер объявил о том, что он якобы планировал передачу детского сада муниципалитету. После этого он заявил, что я сейчас думал, а потом передумал. Кто вот этот вопрос как бы может регулировать? Только это инвестор сам решает строитель? Или все же можно как-то осуществить передачу муниципалитету? На тех территориях, на которых у нас заключены инвестиционные контракты и прописано обязательство, что идет после окончания строительства фонда муниципалитета, безусловно, это переходит. Если по окончании реализации инвестиционного контракта инвестор принимает решение, что ранее оговоренные объекты оставались за ним и он готов передать собственность муниципального образования, также вопрос этот решается и передается в рамках дополнительных соглашений. Но на ряде территорий, которые осваиваются, муниципальных контрактов не заключено, потому что земля принадлежит собственнику. И собственник реализовывает там свои проекты планировки. Но если возникает у него желание передать нам собственность, варианты все рассматриваются. Но обязать его передать нам собственность мы не имеем права. У меня какое предложение? У нас в последнее время очень много вопросов поступает именно от Ромашковой и Немчиновки, потому что ситуация становится похожа очень на треугольку. В частности обеспечения соц. объектами. У меня предложение какое? Приоритете на следующей неделе поставить, провести там какое-то совещание, потому что там нужно, наверное, решение будет принимать, в том числе застройщикам. Мы учтем сегодня собрание с жителями администрации. Что еще раз? 14 декабря в 12 часов назначено совещание с участием Гусева. По вопросам всем, какие волнуют жители. Поэтому если вы хотите поучаствовать, можете просто присоединиться. Хорошо, спасибо. Нужно просто в полезку включить обязательно все вопросы, которые сегодня звучали, чтобы давать полный исчерпывающий ответ. Когда нет, не будет смысла в переписке заниматься. Слушайте, вопрос, наверное, пожелание. Я врач по своей специальности, и вот ответы Егора Валерья Егоровича, такую вот аналогию я вижу. У нас в медицине, я сама врач узкой специализации, что в какой-то степени совсем правильно у нас происходит в медицине расстаскивание человека по частям тела, и каждый лечит свою часть. Вот я сейчас слышу в ответах Леонида Егоровича, что он отвечает только конкретно за это и не решает никакие другие вопросы. То же самое, скорее всего, происходит и с сотрудниками администрации Одинцовской, которые занимаются только своими делами. Наверное, поэтому возникают какие-то проблемы у населения. Несколько моментов. Первое, в связи с этим, то, что я прослушала. Первое. Вы знаете, вот по нехватке катастрофического места в детских садах. Вы знаете, несколько лет назад наш президент, я не помню, кто это был, Владимир Путин или Медведев, значит, была программа по увеличению населения, да, рождаемости населения наших. Вопрос с этим. В связи с этим, опять-таки, указ президента, на что ссылался уважаемый Егор Леонид Егорович. Почему в связи с этим заранее администрация города Одинцово, Одинцовского района, не планировала увеличение мест в связи с тем, что наш президент, уважаемый, дал указ разработать мероприятие по увеличению населения? Наверное, с привлечением отдела статистик можно было как-то, хотя бы приблизительно представлять себе размеры приросты населения. Да, в ЗАГС регистрируются браки, количество этих новых семей создаваемых. Это первый момент. Вопрос, наверное, такой, несколько риторический. Может быть, на будущее каким-то образом можно будет корректировать свою деятельность. Вопрос второй. Вот в своем докладе Леонид Егорович упоминал об открытии детских садов, в частности, меня интересует по городу Одинцово. Вот там-то, 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 вот открываются детские садики. Через тем, что я услышала ответ на один из вопросов, что, как оказывается, для меня это тоже новость, как оказывается, владельцами нового строительства садика может оказаться строительная организация. Вот здесь два момента, два вопроса. Все перечисленные садики в докладе Леонида Егоровича, они также являются собственностью строительной организации? Или они, поскольку упоминаются в докладе, они уже априори являются муниципалитетными? Вот. И второй момент, если они таковыми не являются, я, в общем-то, в данной области абсолютно дилетант, но, на мой взгляд, как, знаете, когда-то в советское время было такое сказание, вернее, в ранние советские годы, было такое, что и кухарка может управлять государством. Вы знаете, я вот смотрю со своей колокольни, мать, жена, да, как правило, женщина ведет хозяйство, и я смотрю на решение вплоть до государственной, наверное, вот нормальная какая-то женщина, думающая и выстраивающая перспективу своей семьи, многие решения не приняла бы никоим образом, потому что они заведомо либо в тупик, или в какой-то степени разрушительны. Так вот, мне пришла такая мысль, извините, о кухарке, мне пришла такая мысль в голову, скажите, пожалуйста, а можно, заключая договор, наверное, договор заключается со строительной компанией, которая строит новый дом на Одинцовской земле, владельцем которой, как я так полагаю, является Одинцовская администрация, заключить такой договор, что построившийся новый дом, значит, там на каких-то условиях, может быть, часть квартиры передается жителям города Одинцовской бесплатной, или еще как-то, да. Но вот что касается садиков, может быть, можно такой функционерский договор со строительной компанией, что вот уже садик, может быть, не все, но хотя бы какое-то количество, уже четко, абсолютно, определенно, передавались бы Одинцовской администрации. А не отдавались бы на двух годах решения этого вопроса строительной компанией, передаст она этот садик или не передаст. Спасибо, у меня все. Алексей Владимирович, я поясню ситуацию по детским садам СУС-55. Согласно МИС-контракту, три детских сада на 120 мест и один детский сад на 220 мест будут переданы в муниципалитет. На 120 мест он уже работает, и детский сад на 120 мест, они находятся в стадии оформления, так что в ближайшее время они будут переданы, и я думаю, что поступят на баланс Ленин Георгиевич. Если я сказал все, чтобы вы были в курсе дела, значит, вы не услышали просто. Я один единственный сад назвал ведомственным, это Транжинс-100 на 280, а все остальные муниципальные. И по поводу 30 мест, я тоже сказал. Но сейчас, понимаете, в чем дело? У нас же, мы живем-то с вами, интересно в стране очень. Вот они решили не отдавать, через полчаса решили отдать. Вот я знаю, что Юрий Митович, что-то вижу, у него будут сады, все будут муниципальные, мне будет придется их принимать. Я об этом и говорила. Я вот здесь, в докладе, я вам об этом и сказал. Единственное, пока, у меня информация по Транжинс-3, он ведомственным. Но это не значит, что Тузаров Николай Григорьевич, который наш депутат, он не будет удобрать других деток. Я бы хотела, чтобы вот чайка вопроса моя четко была услышана. Я понял, понял вас. На этапе договоренностей решают застройщикам вопрос. А так и решается, так и решается все. Только единственное, в чем дело, когда частная земля, так не может решаться. Когда земля Одинцовская, так решается. И инвестиции есть. И они инвестируют деньги. Есть частные земля, на которые строятся... Нет, конечно, почему нет, он же купил. Вот Тургорк, это все частные. Они купили, выгодили на улицу. Турвое-этажные новостройки у нас строятся на частные земля. Так, коллеги, коллеги, спасибо огромное. Последний вопрос, мы перейдем дальше. До 15-го года, и мы тоже, это и публиковалось во всех, согласно нашей дорожной карте, планируется ликвидация очередности от Турвого Семьяова. До 1 января, основной года. Еще вопрос, на улицу Дуброва, там какой детский сад строится, муниципальный или... Муниципальный будет. На улице Дуброва, вы имеете в виду, там, по-моему, муниципальный. Это строительный город. Это просто есть траншинство. Мы планируем до Нового года, но сейчас посмотрим, в каком состоянии. Вы имеете в виду, в 5-м микрорайоне, это траншинство и детский сад на сегодняшний день ведомственный. О чем раньше говорил Дубрович. Ну, в любом случае, туда дети пойдут, живущие в Одинцовском районе, которые тоже находятся в этой же очереди. И которых просто родители, которых работают в траншинство. На этой неделе подписано разрешение на ввод, соответственно, введено в эксплуатацию. Теперь будет вопрос о лицензировании, и дальше уже надо было ждать. Я думаю, что на следующем выходу 3-4 месяца занимается. А стоимость его какая будет? Ну, 30 тысяч? Это не частный, это ведомственный. То есть, люди работают и проживают в городе Одинцово, и дети будут ходить туда. Он будет такой же, как и в муниципальном. Спасибо, Леонид Игоревич. Те вопросы, которые у нас еще остались нерешенны, еще раз, просьба в уже тогда индивидуальном порядке, в том числе с Леонидом Игоревичем. Коллеги, следующая тема, она тоже не менее острая, не менее важная, с учетом вопросов застройки. Это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городе, районе. И я здесь хотел бы слово передать Алексею Владимировичу. Согласно долгосрочным программам, дороги под Москвой в период с 2012 по 2015 года предусматривается проектирование строительства объектов следующих. Строительство подъезда к инновационному центру Сколково от 55-го километра МКАД с внешней стороны. Строительство подъезда к инновационному центру Сколково от транспортной развязки 50-го километра МКАД. Строительство примыкания автомобильной дороги М1 Беларусь с левой стороны 17-го километра для организации подъезда к инновационному центру Сколково. Реконструкция транспортной развязки на 19-м километре Можайского шоссе Строительство автомобильной дороги общего пользования от 53-го километра МКАД До деревни Сколково с подъездами в Одинцовский муниципальный район Строительство автомобильной дороги станции солнечного подъезда к инновационному центру Сколково От транспортной развязки на 50-м километре МКАД Строительство путепровода через железную дорожную ветку на 33-м километре Можайского шоссе Реконструкция мостового перехода через реку Вяземка на дороге Можайского шоссе км 18-й и по 84-й Также планируется за счет Дорожного фонда Московской области были введены субсидии бюджета муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2013 год В Одинцовском муниципальном районе субсидии получили и освоили следующее поселение городское поселение Кубинка, ремонт дороги общего пользования в городе Кубинка Красная Горка, улица Школьная Ремонт дороги общего пользования в деревне Чепряково Городское поселение Одинцово, автомобильная дорога общего пользования Красногорское шоссе И сельское поселение Жарановское, автомобильная дорога общего пользования деревни Трубачевка, улица Первого мая И также автомобильная дорога общего пользования село Юдино, улица Спортивная За счет средств Дорожного фонда Московской области были введены субсидии бюджетом муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов дворовых территорий многоквартирных домов. А также в Одинцовском муниципальном районе субсидии получили и освоили следующее поселение. Городское поселение Одинцово, внутриквартальная дорога, улица Союзная, Комсомольская, Солнечная, Сосновая. Также сельское поселение Жаворонцовское. В соответствии с пунктом 5 статьи бюджета Российского бюджетного кодекса Российской Федерации остаются муниципальные дорожные фонды. В Одинцовском муниципальном районе во всех городских и сельских поселениях решение местных советов депутатов созданы муниципальные дорожные фонды поселения. В соответствии с законом Московской области от 25.07.2007 года, номер 139.2007 ОЗ, о реализации муниципального имущества между образовательными поселениями, входящими в состав автомобильной дороги и переданным городским поселением Муниципального района. В 2014 году поселениями планируется продолжать капитальный ремонт, ямочный ремонт дорог, улиц, тротуар, устройство парковочных мест, в частности в городском поселении Голицыно, реконструировать покрытые внутренние территории в городском поселении Кубинка. На территории Одинцовского муниципального района в настоящий момент реализуются несколько федеральных и региональных проектов, в том числе заканчивается строительство автомобильной дороги Новый выход на МКАД, федеральной автомобильной дороги М1 Беларусь, Северный обход. Включается в себя строительство 5 транспортных развязок, реконструкция федеральной дороги М1 Беларусь, включается строительство транспортной развязки на 27-м километре, реконструкция участка 28-21 километра, Реконструкция транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе, СМКАД, комплексное обслуживание на участке 16-го километра по 27-м устройством, ведение полосы для движения общественного транспорта, и реконструкция со 45-го километра по 84-м километра, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенского шоссе на подъезде к госдачам, и реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенского шоссе на участке подъезда к городскому поселению Денцово. Также ведутся проектные работы, связанные с строительством эскадров. Более подробно, если что, на вопросы готов ответить. Рублевский проезд в районе села Немчиновка, он сейчас, получается, ведет на треугольки, в Немчиновку никуда, он прерван в новой построившейся трассе. Будет ли он реконструирован так, чтобы жители села Немчиновка и Ромашку имели возможность выезда в город Денцово через Рублевский проезд? Более подробно, городское поселение Денцово смогло бы... А почему вы не ходили в МКАДом пользу? Там же рядом МКАД-то, Кунцево. У нас предполагается население сейчас увеличится примерно до 30 тысяч, но, по-моему, у нас выезды через улицу Масовска, нам КАД. Предполагаем коллапс. Сейчас у нас уже проще... Дело доходит до... А городское поселение Денцово здесь у нас? Здесь. Есть возможность прокомментировать? Да, я хочу сейчас сказать, что буквально вчера мы собирали совещание по этому вопросу. Есть некие проработки, мы с застройщиками собирались, есть предложение альтернативы выезда именно на Рублевский проезд. Поэтому более подробную информацию вот сейчас мы прорабатываем, мы ее доведем до всех, будем возможным... То, что вы сейчас сказали, 14-го числа будет сход жителей в селении Мчиловка и Ромашково. И вот эту информацию более подробную мы уже вам даже, может быть, и схемочку успеем до этого времени подготовить и донести до вас. Продолжение этого вопроса можно? Да, конечно. Возможно ли устройство съезда с нового северного обхода, с новой трассы для обеспечения жителей села Мчиловка и Ромашково, чтобы выездить? Я поясню, это по этому вопросу тоже неоднократно собирались и обращались в главную дорогу, где нам был дан отказ в связи с тем, что если мы будем организовывать эти съезды, то у них теряется категорийность дороги. Поэтому на сегодняшний день у нас... То есть ответ четкий и что это не важно? Да, да, отказали они. Спасибо большое. Будьте с тобой вопрос. Да. Ну, Трехгорка, 40 тысяч населения. Значит, вот по поводу съезда северного обхода. Есть съезда на земля, автодород их подпеводил в район. И, соответственно, есть проектная работа. Вопрос. Есть, самое главное, прямое распоряжение губернатора сделать съезд северного обхода в Новый Трехгорк. Вопрос. Откуда будут в этой деньге? Есть ли эта развязка в перечисленной вами статистике? И когда будет согласован проект госэкспертизы? Когда будет построена дорога? Когда мы сможем ехать из Трехгорка на северного обхода на Трехгорк? Спасибо. На сегодняшний день мы рассматриваем это поручение губернатора и пытаемся ускорить решение этого вопроса. На сегодняшний день в администрации передан пакет документов первичные по вопросу передачи земли под развязку. Проект в настоящее время находится в оценке, потому что на безвозмездной основе проектную документацию, как интеллектуальную собственность, просто так госкомпания нам передать не может. Сейчас проходит оценка стоимости этой документации. После подтверждения стоимости стороны главной компании будет какой-то заключен договор с действующим законодательством. После этого мы можем говорить только о прохождении экспертизы в части выездов на северный обход. Сколько предположительно будет потрачено времени для согласования всех действий, которые вы сейчас перечислили? На сегодняшний день у нас подразделение КУМИ занимается вопросом с подписанием соглашения о передаче земельного участка. Я думаю, что проблем или каких-то препятствий, если нет противодействия, противоречия действующего законодательства не будет, будут подписаны установленные сроки. А с проектом мы можем заниматься только после того, как нам его могут передать. Пока этого нет. Откуда призвать понатирование выездов? Это минимум 200 миллионов рублей. Да, минимум 200 миллионов, по нашим оценкам. На сегодняшний день вопросы прорабатываются. Участие инвестора по строительству данных выездов. Но могу сказать, на следующий год, пока деньги в бюджете района не предусмотрены на эти цели. Как бы с распоряжением губернатора, которое было с 28 марта 2013 года? Мы его стараемся выполнить. Но в рамках действующего законодательства. В нарушении мы также не можем предпринимать какие-то действия. Но мы стараемся выполнить это поручение. Можно еще вопрос? Да. Что касается трассы обход Одинцова. Значит, трасса... Вообще идея изначально очень замечательная. Построить трассу, которая разгрузит город Одинцова. Не считая того, что вырубили половину леса. Но это как бы мелочи. Для нас это ничего. На главной дороге. Значит, проезд по этой трассе... Длина и протяженность этой трассы составляет 18 километров. Значит, ориентировочная цена, сколько будет стоить проезд? Порядка 150 рублей. Как бы вопрос. Кто устанавливает цену за проезд 150 рублей за 18 километров? И будет ли эта цена снижаться? К примеру, если взять трассу М4, там платная трасса порядка 40 километров стоит для легкового транспорта, значит, 30 рублей за 60, ну, может быть, уже 60. А ночью, насколько мне, по-моему, 10. Ну, значит, мне немножко я домой добавлю. Ну, не столь важно. Ну, никак не 150 рублей. 18 километров. Будет цена снижаться? И кто устанавливает эту цену? Это Северный обход, это федеральный проект, федеральный советсказ с участием частных депутатов. Все действия по цену образования находятся в ведении Российской Федерации. Одинцовский район влияет на цену образования. Ну, по сути, вы же слышали комментарии на открытие этой дороги. По сути, это частная дорога, построенная за частные деньги. Частным лицом, которая установила свою цену. Потому что большая часть этой дороги строилась за частные средства. И цена, мало того, что прозвучала, мало того, что она будет та, которую вы сказали, 150 рублей, мало того, как прокомментировали на открытии, еще и абонементы, которые будут, на месяц, на полгода, на год, эти абонементы не будут предусматривать вообще никакой скид. Так прозвучало на открытии. Мы можем сейчас это обсуждать, это бесполезно. Еще раз, цена устанавливается не нами. И когда, я единственное, что могу сказать, что когда район согласовывается... Коллеги, я прошу внимания, мы говорим с вами по одному, иначе мы закончим работу. Значит, когда район согласовывал этот проект, цена предлагалась 30 рублей за этот участок. Но еще раз говорю, мы здесь на ценообразование не влияем. А что касается леса, компенсации леса, то есть его делили и куда-то девали. Это все-таки пошло как-то в строительство дороги или нет? Или это пошло куда-то в частные дороги? Лес, лес это не муниципальная, это федеральная собственность. И здесь, опять-таки, вопросы, это не к нам. Вопросы более приближенные. Да, пожалуйста. По строительству дороги, по качеству... Коллеги. Есть ли гарантия подрядчика, который в сроках прокладывается гарантия? Потому что все мы прекрасно знаем, дорога ремонтируется, на следующий год вместе со снегом дорога портается. Осень ремонтируется, воду в сне. Весной опять орбита. Гарантия предусмотрена. И второй вопрос. Кто контролирует исполнение, собственно, работ подрядчикам? Потому что у нас есть снипль, который разумевает, ну, в частности, такая вот очень важная проблема, как высота бордюра на пешеходной дороге. Получается реконструмированность дорога, покрытие для автомобилей идеальное, сходы, значит, с одной стороны 3 сантиметра, с другой стороны все 23 сантиметра, а то и 33 сантиметра. Как осуществляется контроль со стороны, собственно, департамента? Я бы хотела уточнить у вас, мы на каких дорогах идем в рейтинг? Ну, вот о тех, которые реконструируются непосредственно в городском сне. Коллеги, тогда давайте мы, друзья, извините, я перебью, вот дойдем до поселения, у нас нет дорог в собственности Одинцовского района. У нас все дороги, это либо федеральная областная трасса, либо внутриквартальные дороги общего пользования поселит. Ну, это вопрос переговорил. Мы, когда дойдем до поселения, нас зададим эти вопросы, пожалуйста. Слово новое, трех вопросов. Скажите, пожалуйста, принято ли на баланс улицы Чистяковой и Кутузовской? Я могу ответить на это. Улица Чистяковой принята на баланс городского поселения Одинцова в конце ноября этого года. Улица Кутузовская до сегодняшнего момента не принята. Каким образом осуществляется городской транспорт, если улица не принята? В рамках того же протокола, когда был здесь губернатор и жители просили организовать транспорт, то мы обращались в Министерство транспорта Московской области для того, чтобы сделать исключение и запустить маршруты в микрорайон Трехгорка. Что было и сделано. Хорошо, тогда кто обслуживает на сегодняшний момент две эти улицы? Две эти улицы. Улицу Чистяковой на сегодняшний день обслуживаем мы, как городское поселение Одинцова, в ущерб своего бюджета, потому что бюджет заложен на содержание данной улицы только на следующий год, в связи с тем, так как передана эта улица была только что. В бюджете уже не было денег, но мы это осуществляем. Улицу Кутузовская на сегодняшний момент эксплуатирует и заусу 155 осуществляет содержание. В зимний период? В зимний период, да. Улица Чистяковая, не знаю, кто у вас ее обслуживает в итоге, но она на сегодняшний момент не обслуживает. То есть как она плазминется на с первым снежом, так она и продолжается. Не знаю, какая техника. В среду, допустим, если вы не видели, в прошлую среду ДРСУ прочищали улицу Чистякова, СУ-155 чистили улицу Кутузовская. Улица Кутузовская все-таки чистилась. То есть в зимний период больше никаких движений по улице нет? По возможности, я еще раз говорю, в связи с тем, что мы не имели права закладывать бюджетные деньги, так как дорога была не наша, мы не могли ее обслуживать. На сегодняшний момент мы, да, обслуживаем по мере возможности. Улица Чистякова – это единственный выезд к 30-тысячному населению. Если ее обслуживать раз в неделю, из двух полос движения у нас остается половина. Это вот такой узкий проезд, по которому едет не только легковой транспорт, но еще и спецтехника, плитовозы и так далее и тому подобное. И у нас под снегопад начался, улица парализована, выезд полностью встал, поскольку обслуживание данной улицы, не знаю, как у вас информация, мы там живем, мы это видим. И обслуживание данной улицы не производится. Как вы будете выходить из этой ситуации? Будем обслуживать улицу Чистякова, будем обслуживать. Каждый день? По графику. Улица не одна. Можно будет обратиться в администрацию городского поселения, пожалуйста, мы вам предоставим. Хорошо. Можно еще один вопрос, опять же, по новой треугольке? У нас сделали развязку, буквально в прошлом месяце ввели на въезд, там координировали движение, въезд, выезд и так далее. Можно где-то задать вопрос или обратиться с обращением, пересмотреть движение по этой развязке? Сейчас у нас выезд из новой старой треугольки осуществляется только непосредственно на мост, который идет из Одинцова. И чтобы повернуть на лево, на Рублевский проезд, нужно встать в общую многокилометровую группу и только после этого возможность уехать налево. А раньше был сразу поезд налево, и тем, кому нужно было, могли спокойно проехать. Кому обратиться по этому вопросу? В связи с тем, что это данная дорога, выезд с трех горок, с улицы Чистякова, это уже дорога не городского поселения Одинцова, а находится на балансе МОЗ Автодора. И по изменению организации дорожного движения можно обратиться только к ним. Коллеги, секундочку, я бы хотел попросить обратиться, вот раз этот вопрос возник, он актуальный, и в понедельник на селекторном совещании у губернатора он прозвучал. И я бы хотел обратиться, может быть, действительно, со стороны администрации тоже инициировать. Губернатор поставил четкую задачу. У каждого жителя на подъезде, где он живет, должен быть размещен график уборки снега. Эта задача поставлена в понедельник губернатором. То есть каждый житель должен знать график уборки снега, значит, в том месте, где он живет. То есть если это проходит в среду, раз в день, то человек должен знать, мало того, в случае чего, убрать машину, если она мешает. Поэтому я здесь обращаюсь, мы, наверное, подготовим запрос тогда в исполнении этого поручения, чтобы такая информация была размещена на территории многоквартирных жилых домов. Это вопрос важный, он действительно сейчас крайне актуален. И с точки зрения той же культуры, самих жителей, которые, к сожалению, часто мешают сами, может быть, не понимают об уборке транспорта, может быть, в том числе и он будет таким образом решаться. На сельское поселение распространяется данное распоряжение? Так, а я к поселениям и обращаюсь, потому что поселение заключает договоры на уборку снега. Здесь не районное, это не районная полномочия. Это полномочия городских сельских поселений. Пожалуйста. Жительница микрорайона номер 8, Татьяна Владимировна, у меня такой вопрос. Предусмотрен ли еще выезд один из микрорайона на Минку? У нас один выезд. Что там творится возле насосного завода, хотя бы кто-нибудь, ну, один, единственный, выезд на Минку. Я прошу прощения, как вас зовут? Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, у меня какое предложение, значит, вчера глава района встречался, с вашей жительницей, это Рушали Абдуловна, Семева. Значит, и он дал поручение администрации на следующей неделе всем замам, вот новым, кто назначен, выехать в 8-й микрорайон и, значит, вот в течение недели проработать все вопросы, которые там волнуют жителей и представить на утверждение план графика. Я предлагаю вот этот вопрос сейчас, чтобы мы не поднимали, а мы уже, по поручению на следующей неделе все замам выезжают в 8-й микрорайон. И вот, который наш мост должен пройти. В том числе и этот вопрос, в том числе и этот вопрос. Хорошо. Спасибо. Коллеги, я предлагаю перейти к следующему вопросу, он тоже очень актуальный и важный. Значит, это вопрос розничных рынков, привлечения иностранной рабочей силы. Еремин Илья Михайлович. Татьяна Николаевна, уважаемые учреждения отчистной палаты, значит, мне предложено осветить не только вопросы розничных рынков, а 6 вопросов, касающиеся социально-экономического развития нашей территории. Так что я старался, сказать, эти вопросы наиболее сжато сделать, но все-таки, чтобы осветить вопросы, касающиеся разных сторон деятельности, прошу, так сказать, учесть это по регламенту. Значит, я думаю, что если я зачитаю, доведу до вашего сведения небольшую информацию о социально-экономическом развитии, которая даст общее понятие ситуации в Денцовском районе и разверну ее конкретно по конкретным ситуациям, вот здесь вот, если позволите, я так построю свое выступление, потому что как-то однозначно ответить на разнофлановые вопросы мне не получится. Значит, в течение трехлетнего периода социально-экономическая ситуация в районе стабильна. В муниципальных и социально значимых предприятиях Денцовского района задолженность по заработной плате отсутствует. Минимальная заработная плата к концу 2013 года по трехстороннему соглашению определена в размере 11 тысяч рублей. Минимальная. В 2013 году уровень регистрированной безработицы остается самым низким в Московской области. 0,09%, а в 2011 году 0,2%. Ежегодно в районе растет число хозяйствующих субъектов. На сегодня численность их составляет 13 654 организации юридического лица. Из них 6050 предприятий малого бизнеса, 10 600 – это индивидуальные предприниматели. В Денцовском районе промышленности представляют 332 предприятия, из них 27 крупных и средних и 305 малых. Численность занятых на крупных и средних предприятиях промышленности района увеличилась за три года на 14% и составляет 13 тысяч человек. Значит, на крупных и средних предприятиях промышленности средняя заработная плата возросла за трехлетний период на 22% и в конце 2013 года составит 43 600 рублей. Уровень заработной платы превысил средний областной показатель в нашем районе почти на 16%. Дальше идет объемные показатели наших производственных предприятий, которые также увеличиваются, я взял период трехлетний, по предприятиям промышленности крупным и средним на 33,6%. А если в относительных цифрах, это 46 миллиардов рублей. В 2011 и 2013 годах продолжается реализация инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Привлечено в экономику района свыше 9 миллиардов рублей. Создано более полутора тысяч новых рабочих мест. Наиболее крупные проекты последних лет это Либхер-Руслан, сервисный центр для ремонта подъемно-транспортной техники Австрия. Мар-Руссия, восьмой микрорайон, дистиллерийский центр по продовольствию и производству мясных полуфабрикатов. Италия, значит, Мар-Руссия 250 рабочих мест, простите, Либхер-Руслан 250 рабочих мест, Мар-Руссия 400. И сейчас находится в стадии реализации строительства аэропортовского комплекса в Кубинке. В завершающей стадии мы получим 800 рабочих мест. Значит, в 2012 году разработана долгосрочная целевая программа Одинцовского района развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Утверждена эта муниципальная программа на 2014-2016 годы. Значит, в 2011-2013 годах, вот этот трехлетний период, сохраняется положительная динамика поступления иностранными инвестициями на территорию Одинцовского муниципального района. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших на территорию района, в 2012 году 303 миллиона долларов США, а в 2013 году 304. Такая же ситуация с положительной динамикой, я не буду я приводить цифры, и у нас с розничной торговлей, общественным питанием и предоставлением бытовых услуг населению. Ну и теперь конкретно по вопросам розничных рынков. Значит, розничные рынки. По состоянию на начало года, на 1 января, у нас в районе осуществляли деятельность 27 рынков. По состоянию на 1 декабря 2013 года, 13 рынков осуществляют торговую деятельность в соответствии с требованиями федерального закона 271, который говорит, что розничная торговля на рынках исключительно разрешается только в капитальных зданиях и сооружениях. 13 рынков у нас соответствуют данному требованию. Два рынка ведут новое строительство, и торговую деятельность не осуществляют. Если интереснее, я могу называть название рынка, по нему у меня все здесь много. Да, очень интересно. Очень интересно. Значит, осуществляют деятельность 13 рынков. Рынок Колосок, рынок Курс, Жавы, Название много, где они находятся. Значит, Колосок это у нас по 2-му Успенскому шоссе. Курс, поселок Старый Городок. Одинцовское подворье, привокзальная площадь. Одинцовское подворье, привокзальная площадь, две территории. Это соответствующие. И ООО «Поддержка» 1.2 рынка ведут новое строительство и деятельность не осуществляют. Это «Альянс Групп», завод ЖБИ-4, не доезжая часов, и «Стройкапитал». По закрытию рынков, которые не соответствуют 271-му закону, 7 рынков, 7 территорий. Первая территория – это ООО «Технический центр «Оптимакс»» в простонародье радиорынок. ООО «Ламберт», деревня Акулова, Кубинская администрация. Строительный рынок «Синдика-О» на Кольцевой. Строительный рынок «Вернцентр» тоже на Кольцевой справа, на выезде. В настоящее время закрыта торговля и приводится в соответствие с действующим законодательством территория рынка «Автомол», рынок «Автозапчастей». Также там же он находится и тоже закрыт, и приводится в соответствие рынок «Техносервис» той же направленности, запчасти. И не производит свою деятельность рынок «Ципломен» Кубинки. Значит, 5 рынков не соответствуют требованиям 271-го закона, но продолжают осуществлять свою деятельность. Это строительный рынок «Кунцево-2», администрация Денцовского района, с которым находится в судебных разбирательствах рынок с постановлением руководителя администрации закрыт, но оспорено решение администрации, арбитражным судом вынесены обеспечительные меры, и временно действие постановления о закрытии отменено. Рынок работает 16-го числа, рассмотрение вопроса в арбитражном суде по существу. Также работает торговый комплекс «Голицыно», торговый комплекс «Южный», тоже в Голицыно, «Успенка», 1-е Успенское шоссе, и рынок «Евродом» в Одинцове на выезде, с правой стороны. Про «Кунцево-2» я уже сказал, какие у нас с ними взаимоотношения. Еще могу дополнить, что на рынке «Кунцево-2» на прошлой неделе случился пожар. В связи с этим наши специализированные организации МЧС провели неплановую проверку данной территории, и в Одинцовский городской суд подано административное дело, где решением суда может быть приостановлена деятельность этого рынка на законном основании на срок до 90 суток. Планируется закрытие в соответствии с графиком, утвержденным Министерством потребительского рынка и услуг Московской области. В марте рынок «Успенка» на 1-м Успенском шоссе в районе Перкушково. И 24 марта торговый комплекс «Южный» в Голицыно. Все распоряжения, касающиеся запрета торговой деятельности на рынках, не отвечающих требованиям, администрации Одинцовского района изданы, вручены должным порядком до управляющих рынками компаний. Значит, с рынками «Евродом» и торговый комплекс «Голицыно», у которых нет разрешения на право организации в розничных рынках, проведена работа, которая должна быть закрытая, и они уже, в принципе, к этому вопросу, к марту, готовы. Значит, по незаконной деятельности рынков администрация обязана и проинформировала все инстанции надзорные, и в некоторых случаях получает ответ, в некоторых случаях не получает ответ. Но в основном, надеемся на свои силы. Вот такая вот информация по рынку. Еще, значит, хочу добавить, вне рыночной торговли, значит, администрация района проведен и проводится постоянно по определенному графику мониторинг, то есть обследование территории сельских и городских поселений на предмет незаконной организации торговли, которая, как это сказать, что она включает в себя элементы рыночной торговли, то есть на территории самовольно выставляется временное здание сооружения, никак не узаконенное, и начинается вымкостихийная торговля. С этими вопросами мы тоже будем разбираться вместе с главами администрации, на территории которых это все происходит. Такие факты зафиксированы, и они будут обнародованы на межведомственной комиссии по организации рыночной торговли, которая также существует в администрации района, в которой присутствуют все надзорные структуры и те структуры, которые влияют на данный процесс. Также еще хочу сказать, что в поселке Новый городок у нас уже давняя история с рынком, который стоит на территории, на земле Министерства обороны, и существует уже десятки лет, принося определенный дискомфорт на эту территорию. Мы с ним тоже будем заниматься. Уже прошли арбитражные процессы, но до фактического решения о сносе незаконно установленных торговых павильонов пока дело не дошло. Но, я думаю, мы это дело сделаем с места в самый ближайший уровень. Вот это касается пары. Значит, о привлечении иностранной рабочей силы. В текущем году 190 организаций Одинцовского муниципального района получили квоту на привлечение иностранной рабочей силы в количестве 5343 человек. Наиболее крупные предприятия, которые используют иностранную рабочую силу, это Акционерное общество производственного объединения Одинцова, 470 человек, Закрытое Акционерное общество Родовой ГЕП, 300 человек, Племхоз Нарасановский, 200, Предприятие Дорхан, 151, Совхоз Москворецкий, 100, Хладокомбинат Западный, 80, И первый Одинцовский мясокомбинат, 53. Остальные организации, так сказать, их довольно много, но используют иностранную рабочую силу не таких больших количеств. С января 2013 года по настоящее время предприятия Одинцовского района приняли на работу в объеме выделенной квоты 3620 иностранных граждан. В соответствии с требованиями Комитета по труду и занятости населения Московской области, отделом по труду, администрация района, совместно с Центром занятости, в период с 25 октября по 25 ноября обследованы 26 предприятий, имеющих квоту за привлечение иностранных работников, которая составила 1598 человек. Были проверены профессиональный состав принятых иностранных работников, условия проживания, уровень заработной платы. Наиболее распространенная профессия, по которой привлекаются иностранные работники, это водители, кладочеки, упаковщики, грузчики, сортировщики, уборщики производственных помещений служебных. Более 60% организаций осуществляют размещение иностранных работников в общежитиях, остальные 40% в частном секторе. Все обследования предприятий используют квоту по назначению. По вопросу заработной платы. Соглашение номер 10 от 2 апреля 2013 года о минимальной заработной плате в Московской области между правительством Московской области, Московским областным объединением Организации профсоюзов и объединением работодателей Московской области устанавливает на территории Московской области минимальную заработную плату с 1 октября 2013 года в размере 11 тысяч рублей. В соответствии с Одинцовским, нашим районным трехсторонним соглашением между администрацией, Координационным советом профсоюза и обществом предпринимателей, которые действуют в течение 2012-2014 годов, работодатели обеспечивают с 1 октября 2013 года в организациях, независимо от фонд собственности, кроме организации финансированного из федерального бюджета, минимальную заработную плату работнику, отработавшему полностью месячную норму времени и выполнившему свои трудовые обязанности в размере также 11 тысяч рублей. Обеспечивают в 2013 году темп роста средней заработной платы в внебюджетном секторе экономики в размере не ниже 10% к достигнутому уровню 2012 года и принимают меры до доведения к концу 2013 года средней заработной платы не ниже 45 тысяч рублей. также имеется в виду, что эта заработная плата будет повышаться с учетом инфляции. Сохраняют в 2013 году уровень средней заработной платы работников бюджетной сферы не ниже уровня 2012 года. Принимаются меры по ее дальнейшему повышению в соответствии с законодательством Московской области. В настоящее время подавляющее большинство организаций выполняют требования о выплате минимальной заработной платы. Среднюю заработную плату ниже указанного уровня выплачивают не более 5% работодателей. В текущем году состоялось три заседания межверностных комиссий по вопросам доходов в сфере трудовых отношений, повышения уровня обеспечения своевременной выплаты заработной платы организаций в небюджетной сфере, в котором приняли участие 117 руководителей и главных бухгалтеров организаций. Это я имею ввиду те предприятия, которые не обеспечивают минимальный уровень вот эти 5%. По сравнению с третьим кварталом 2012 года величина средней заработной платы по району в третьем квартале 2013 года увеличилась на 15% и составила 40 тысяч рублей. В том числе в промышленности 43 600, в торговле 38 300, в дровоохранении 37 600, в образовании 40 тысяч. Темп роста заработной платы к соответствующему периоду прошлого года составил 8%. Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях в небюджетной сфере в течение двух лет не было. О создании новых рабочих мест. Значит, за прошедший период 2013 года создано и модернизировано, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов, порядка полутора тысяч рабочих мест. В том числе в дровоохранении 400, это периметальный центр, клинический госпиталь Глапина, в промышленности 70, на предприятиях Дорхан, в акционерному обществу Валю, филиал Ершова, на Одинцовской кондитерской фабрике, на объектах стационарной розничной сети 93, объектах розничной торговли 309, на розничных рынках 150 мест открыто, на объектах общественного питания 134, на объектах развлечения отдыха 312, Кроме этого, за год зарегистрировано 579 новых юридических лиц, естественно, как минимум 579 рабочих мест, лиц и руководителя в Ернцовском районе появились. На 2014 год запланированы и находятся в стадии реализации инвестиционные проекты, о которых я уже вам говорил, и самый крупный из этих, это аэропортский комплекс Кубинка, который в 2014 году нам даст 180 рабочих мест, и к 2018 году 800. Уровень безработицы, если говорить о процессе занятости, в Одинцовском районе, в самой низке Московской области. 2011 год 0,2%, 12-й 0,1%, и 13-й, я уже сказал, 9,0%. Если посмотреть по трудоспособному населению, как у нас обстоят дела, то здесь такая тенденция наблюдается, что людей в трудоспособном возрасте в Одинцовском районе в 2011 году почти 116 тысяч, в 2012 больше 116 тысяч, в 2013 почти 117 тысяч, и в 2014 почти 118. Прирост где-то за счет механического прироста идет по году где-то на 0,5%. Занятые в экономике Одинцовского муниципального района 92 тысячи, 92,5, 93, 94, в зависимости по годам. Прирост занятых в экономике Одинцовского района идет где-то порядка по 1-2% в год. Если вспомнить советское время, а у меня статистика сохранилась еще с тех времен, то в районе работало, было трудоустроено из числа трудоспособного населения всего 40%. 60% трудоспособного населения выезжало в Москву. То есть наш район был по истине называли успальным районом города Москвы. Сейчас динамика такая, что более 79% трудоспособного населения работает на территории Одинцовского района. Против 40% советский период. Что касается инвестиций. В целях реализации концепции улучшения инвестиционного климата и поддержки инновационного предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе в 2013-2017 году, утвержденной решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района, в администрации разработана долгосрочная церковная программа улучшения инновационного климата и поддержка инновационного предпринимательства в Одинцовском районе. В октябре 2012 года проект программы ДО направлен в депутатскую комиссию по стратегии и экономическому развитию. Но, к сожалению, в настоящее время программа не утверждена. Значит, программа, она у меня здесь есть. Значит, хочу отметить, что в период с 2011 по 2013 годы сохранилась положительная динамика поступления иностранных инвестиций и российских инвестиций. По объему инвестиций, я вам уже говорил, темпы и доли прямых инвестиций, они увеличиваются. Если взять 2011 год, то доля прямых иностранных инвестиций составляла из общего количества 10%, в 2012 году 12%, а в 2013 году она уже составляет 70%. Все объекты, которые строятся, создаются по инвестиционным контрактам, по инвестиционным проектам. И сами инвестиционные проекты у меня есть. Информация присутствует, сглупирована. Если будет интерес, ее можно и опубликовать, и представить на обсуждение. Спасибо, Игорь Михайлович. Вопросы? Да, недавно стало известно, я уже писавал все у вас насчет строительства Сити, на впоряжении губернатора. Стали ли известны какие-то подробности? Значит, во вчерашней газете, это ваш звонок был, да? Очень приятно. Значит, во вчерашней газете я узнал, что в Одинцовском районе планируется Сити на территории военного городка Одинцова-1 на площади 40 гектаров. Других подробностей я не имею. Значит, у меня еще вопросы многофункционального центра. А, вот это, я думаю, тоже интересно. Многофункционального центра. Мы сейчас ехали мимо автомола, а он открыт. А как это должно выглядеть? Куда обращаться? Значит, по моей информации, в обед автомол был закрыт. Не закрыт. На 12 часов. Мы сейчас ехали, и на 104 человека свидетельствовали. Автомол всегда открыт. Кто сказал, что никогда не был закрыт автомол? Я сказал. Вы отвечаете за свои слова? Да. Отвечаете? Значит, я... Значит, автомол... Я правильно понял? Ну, я правильно понял, что съезды с улицы Горбунова должны быть закрыты. Правильно? Это будет являться... Улица Горбунова правая и левая территории должны быть закрыты. Обе. Обе. Ну, мы сейчас ехали, да? Нет, 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 я с вашего позволения сейчас закончу. Я пошлю сотрудника проверить вашу информацию. Если эта информация подтвердится, автомолу будет не очень приятно. А можно узнать какой-то номер телефона или куда звонить? Мы будем видеть, что он открыт, а он должен быть закрыт. Есть телефон прямой линии в администрации. В администрации прямой линии. Любая информация, которая исходит от населения, касающаяся отраслевой принадлежности, попадает к соответствующему заместителю руководителя, который разбирается с этой информацией по существу. И если ваш вызов адресный, а не анонимный, но не важно, все равно разбирается, вам дается ответ. Можно еще вопрос? Можно я, ну ладно, позвоню. По поводу, я даже не знаю, как назвать, на улице Недельная на кругу, стихийно, там возникает какая-то распродажа. Я не знаю, что это, рынок или не рынок. Понял, отвечаю. Значит, на кругу, вдоль Можайского шоссе возникает ярмарка выходного дня. Есть такая форма торговли, которая организуется администрацией городских и сельских поселений. Существует схема размещения ярмарок выходного дня, существует порядок их организации. И эта территория городским поселением Одинцова определена как территория для размещения ярмарки выходного дня с пятницы по воскресенье. Определена управляющая компания, которая организует процесс торговли в соответствии с порядком, утвержденным городским поселением Одинцова. Одинцовая инфо как-то недавно совсем транслировала репортаж свой, ну, вернее, на сайте у них, там вот это, из-за этой ярмарки был перекрыт пешеходный переход и тротуар. То есть людям, ровно как вдоль данного дня, оставалось сеть. Там даже есть фотографии, перечеркнутые, вернее, перетягнутые... Прошу прощения, я сейчас дам поручение проверить автомол. Можно? Сейчас я... Алло, Нирвана, я понял, о чем... Все, все. Нирвана уже там. Все, понятно. Значит, по автомолу я вернусь. А на письме, пожалуйста, конечно. Значит, рынок автомол. Торговля во всех павильонах, которые располагаются на двух территориях, не производится. Павильоны опечатаны. Значит, заезд автомобилей производится на одну сторону в технический центр ремонта. Это не торговля. Они едут туда по записи. Была договоренность, туда пропускаем. На правую сторону проезжают автомашины для шиномонтажа, переобувая в зимнюю резину. Мы это тоже разрешили, потому что это связано с безопасностью движения. И туда проходят автомобили, которые ведут строительство. В конце рынка новая площадка. Значит, новая торговая площадь. Спасибо. Вот по поводу Сити. Сейчас информация как раз из правительства пришла, что завтра в 5 часов вечера будет совещание. Коллеги, я прошу прощения. Коллеги, по одному или выходим. В 5 часов вечера завтра будет совещание у зампредправительства Елянишкина. Как раз по вопросу концепции деловых центров Сити. Поэтому я думаю, что послезавтра, в понедельник, информация будет более детальная по поводу того, как область ведет реализацию этого проекта. Я бы хотел все-таки по многофункциональному центру информацию тоже. Я готов. Значит, что касается многофункционального центра. Значит, в целях реализатора административной реформы принят федеральный закон. Великоле, если можно, в целях экономии времени, просто по сути, что у нас сейчас с ним, я думаю, все хорошо знают о том. Хорошо. Если все знают, что у нас, что такое многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, значит, это очень хорошо. Я скажу два слова. Через многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг будет проходить общение населения организаций с органами государственного и муниципального управления. Прямого общения со мной, с любым другим, значит, работником государственного и муниципального управления, кроме как наличных дня приема, по идее быть не должно. Значит, что у нас? Значит, по количеству населения, по количеству населенных пунктов и по нормативам, в нашем районе должны быть, были организованы три многофункциональных центра самостоятельных организаций, самостоятельных юридических лиц, находящихся на бюджетном финансировании. Значит, путем, так сказать, консультаций и для того, чтобы сэкономить бюджетные средства и иметь более гибкую систему управления данной, как сказать, ну, сетью, данным процессом, данным процессом, было принято решение создать одно юридическое лицо с филиальной сетью по территории городских и сельских поселений. И в марте месяце такое предприятие, как многофункциональный центр, оно является у нас казенным учреждением, оно было создано. Оно было создано. Много написано. А руководитель здесь? Руководитель здесь. Давайте я, может, отлично. Я в целом состоянии. Руководитель Мариненко Романа Анатольевича. Значит, если нужно, Роман Анатольевич, я вас попрошу, мне, так сказать, помочь. Значит, на сегодняшний день многофункциональный центр, если в общих словах, ведет всю ту подготовку, всю ту подготовку, организационную подготовку, административную подготовку, материально-техническую подготовку, без которой функционирование этой системы практически, но оно быть не может. Дело новое. Мы очень плотно контактируем с многофункциональным центром Московской области. Набирается штат сотрудников, обучается штат сотрудников, готовятся регламенты предоставления государственных муниципальных услуг через многофункциональный центр, закупается оборудование, программное обеспечение, и закупается, и разрабатывается на месте. То есть, вот эта подготовка идет. Даже у меня вот здесь вот сейчас с собой проект постановления, проект постановления руководителя администрации об утверждении перечня государственных муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу одного окна на базе многофункциональных центров. Это три блока услуг, которые оказывают федеральные органы управления, их подразделения. Это государственные услуги, которые оказывают исполнительные государственные органы Московской области, и наши муниципальные услуги. Всего таких услуг здесь прописано 91. Это самые востребованные услуги, которые обозначены правительством и являются, ну, практически обязательными для всех многофункциональных центров и унифицированы. А когда у нас планируется открытие первых уже таких центров для жителей? Ну, слово центр, это, конечно, звучит... Ну, значит, я вам скажу. Значит, 14-й год. Городское поселение Одинцова, 14 окон. Но это не центр. Это в разгрузку. Городское поселение Кубинка, 5. Большие Веземы, 3. Горки, 2. Ершова, 2. Захаровская, 3. И почему-то я не вижу здесь Назарева. Назарева тоже. Назарева в 2014 году. Ну, Назарева. Ну, по-моему, строительству. Значит, я хочу сказать, значит, члену общественной общественной палаты для того, чтобы создать многофункциональный центр, а это присутственное место для населения нашего района по общению с органами управления. И к этому месту неоднозначно предъявлено требования к постановлению правительства. Это должно быть солидное место. То, что нам сейчас предлагается, то, что мы рассматриваем в процессе мониторинга с главами сельских администраций, ни в какие нормативы не укладывается. И позорится, значит, приглашать население для получения государственных муниципальных услуг в полуподвал, в полубарак, разрушенные помещения, просто не солидно. И дефицит таких помещений, он выявился очень сильно. Муниципальные помещения. Коммерческие, пожалуйста. Коммерческий найм стоит, сами понимаете, сколько для бюджета. На это просто нельзя пойти. Единственное, на что мы пошли, для того, чтобы это предприятие начало функционировать, это арендовали действительно коммерческое нежилое помещение, для того, чтобы хотя бы, будем говорить, штаб дать толчок развитию предприятия. В этом 50% пробуксовки программы развития МФЦ. Ну вот то, что я сейчас назвал, будем приводить в порядок. С администрациями данных поселений договоренность о приведении помещений, божеский вид есть. Значит, и сопинансирование с их стороны на проведение данных работ и есть, а уже функционал, за функционал будет отвечать вот как раз директор МФЦ. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Можно я добавлю? Да. Вопрос, Александр. Хотел бы узнать, в какой вы сейчас находитесь, так сказать, роли? То есть вы как заместитель руководителя администрации или как вы? У меня одна роль осталась. Я просто хотел бы уточнить, да? От этого как раз уже очень зависит, что бы я хотел попросить, да? То есть если, ну в принципе давайте так, в любом случае пока это общественное, так сказать, мероприятие, я бы хотел очень сильно уделить внимание проекта решения, которое мы подготовили с Леем Михайловичем для общественной палаты, да? Это о том, чтобы в срочном порядке администрация заняться проектом, значит, размещения именно по земле, по городскому поселению администрации, по строительству мультфункционального центра. То есть как основного. Потому что сейчас все, что у меня готово, да, это полностью, почти уже так готово техническое оснащение, то есть мне это все нужно будет перенести, переселить свою администрацию, я готов открыть окна. Но мне сейчас это сделать негде в городском поселении Одинцовка. Это первое, чтобы приготовить им на земельном участке и, значит, проектировать здание, в конце концов его построить, хотя бы к 15-му году, к завершению. И еще, как заменитель, руководитель администрации, да, как человек с прямой отношением имеющим информационным технологиям, да, то есть мы с вами по этому полку встречались и разговаривали. На сегодняшний момент администрация Одинцовского района очень сильно наздается непосредственно в внедрении информационных технологий. То есть если это не будет сделано, то многофункциональный центр полноценно не сможет функционировать просто. Ни в каком случае. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас с вами, вообще говоря, предпоминт, конечно, время вышло, мы много уделили вопросов образованию, здравоохранению. Я на ваше решение оставляю, у нас здесь присутствует поселение, которое тоже короткие доклады могут сделать. Если вы считаете там возможным продолжить нашу работу, сколько хотят с поселениями короткую информацию, у меня просьба, мобильные телефоны, давайте выключим. Это уж как минимум признак должен быть уважения к тем, кто присутствует. И как вы решите, мы продолжим и выслушаем поселение, потому что у них тоже достаточно большой объем информации, связанной со строительством структурно-оздоровительных комплексов, той же инфраструктуры, либо мы здесь поступим каким-то другим образом, может быть, заберем у них данные в электронном виде, будем публиковать. на ваше решение. То есть вы думаете, что лучше сейчас нам работу завершить? Вопрос еще один. Есть еще вопрос. Давайте вопросам на время где. Вопросы не ответные. Пожалуйста, давайте, конечно. Позволю себе задать вопрос. В Народном собрании подкомплексе ОК Александр Градышев сформулировал 28 поручений сотрудникам администрации. Крайние сроки их исполнения были 13-м годом обозначены. Позже, выступая на других публичных слушаниях, Александр Крутик, или на планерке, сообщил, что на ряд приоритетных задач губернатора денег в бюджете нет. Все-таки, ну, тогда говорилось о проекте. Первый вопрос. Принят ли бюджет? И второй вопрос. Нашлись ли все-таки деньги на эти приоритетные задачи и на какие именно? И сколько из 28 поручений были исполнены? То есть это не результативность человека, который управляет районом. На сегодняшний день я вам на 100% сказать не смогу, сколько из 28 выполнено. Но то, что произошло в сентябре, когда мы, в общем-то, узнали о том, что произошло с бюджетным кодексом и как он будет бюджет в следующем году, предположить в марте этого никто не предполагал. Совершенно точно. Сейчас бюджет принят. Принят без бюджета развития. Практически только на содержание. И до конца этого месяца будет уточнен бюджет по результатам исполнения бюджета по 2013 году. Посмотрим, каков у нас будет остаток, каковы будут поступления бюджета. И тогда будем уже планировать бюджет развития. То есть до конца года информация будет, она будет опубликована, и мы, естественно, вас проинформируем. Что из тех поручений мы сможем выполнить на 100%, что у нас только на начальном этапе. Ну, вопросы по здравоохранению осветили практически все, кроме двух. Это вопросы референдума строительства реабилитационного центра. Поручение было. Сейчас это четко сказать не могу. До конца года и первого квартала следующего года будет четкая информация. Второй вопрос по здравоохранению – это заключение соглашения с центром Лапинским госпиталем. На сегодняшний день работает 94-й закон, с 1 января будет работать 44-й закон. Заключить договор без конкурса или аукциона не представляется возможно в соответствии с законом. И по тем обещаниям, которые были даны на открытии центра, ну, коммерсанты не совсем исполняют. Влиять на них мы не можем, мы можем только развести руками, сотрудничать с ними будем обязательно. На сегодняшний день есть небольшая возможность по обслуживанию там детей. Ну, если вы владеете ситуацией, понимаете, что второй этап выхаживания новорожденных – это не полномочия муниципального района. И трудность с этим есть. Для того, чтобы перевести из нашего лучшего на сегодняшний день родильного дома Московской области в перератальный центр, необходимо, чтобы там было место. Предлагают, если нет муниципальных и государственных мест, коммерческие структуры. То же самое и с ревенционными отделениями происходит. Поэтому была потребность в переводе ребенка в январе этого года уже в Курцеровский центр. Они его приняли, но за него пришлось заплатить. Заплатил за него фонд. Потому что бюджетные денежные средства в таком объеме предусмотреть не представляется возможным, а по факту оплатить тоже нельзя, потому что должен быть либо договор, либо конкурс. Вы понимаете, что мы должны еще выполнять и законодательство. Это то, что касается здравоохранения. По реабилитационному центру, непосредственно по референдуму и чуть позже. По строительству и созданию физкультурно-оздоровительных комплексов. Я думаю, что информацию мы тоже дадим. Она достаточно прозрачна. И тут выполнение будет. Я думаю, что мы либо в электронном виде, но и в газете тоже будет обязательно информация. Это то, что касается социальной сферы. Я просто, коллеги, хотел бы напомнить, что Александр имеет возможность получать информацию, в отличие от многих других, кто участвует. Я просто хочу вам напомнить о том, что в текущем году, уже ближе во второй половине текущего года, были внесены изменения, вот то, о чем Татьяна Николаевна сказала, в бюджетный кодекс. И наш бюджет потерял 2,5 миллиарда рублей. Почему мы говорим о том, что нет бюджета развития? Потому что на вышестоящие уровни, то есть федеральный областной бюджет, ушло почти 2,5 миллиарда. Для нашего бюджета это почти половина тех средств, на которые мы рассчитывали. Извините, но представьте себе, что ваш семейный бюджет в два раза урежут. И давайте подумаем о том, еще раз взвесим приоритеты с точки зрения их включения в бюджет. Сейчас эта работа идет, и идет работа в том числе по увеличению доходной базы бюджета. И я здесь хотел бы совместить еще один момент, который мы не сказали, по поводу земельных участков для многодетных семей. Вот вся эта история, которая в районе происходила последние несколько месяцев, она направлена прежде всего на то, чтобы сейчас землю, которую незаконно продавало предыдущее руководство администрации, она была и направлялась в двух направлениях. была той самой базой пополнения бюджета, потому что вот сейчас порядка 40 участков было приостановлено оформление, они должны были быть проданы по той же схеме, что и предыдущие участки, которые фигурировали в докладе. Вот эти 40 участков, если их выставить на аукцион, они могут принести в бюджет порядка 500 миллионов рублей. Если из них, например, 10 или 20 продать, остальное, например, отдать многодетным семьям, то это уже приоритет сейчас будет администрация расставлять. Но возможности пополнения бюджета есть, и эта задача в том числе вот сейчас новым руководителем решается, новой командой администрации. Эта задача есть. Здесь в любом случае мы будем работать над тем, чтобы доходная база выросла, несмотря на то, что все возможные налоги и отчисления у нас забрали. Но ресурсы все равно, на мой взгляд, остаются у нас. Зарешите замечание сделать по поводу земельных участков и на льготную очередь? Я хочу высказать мнение людей, которые, скажем так, изнутри, из льготной очереди. Являясь ветераном боевых действий, мы общались с коллегами и, в принципе, пришли к такому решению. В Одинцовском районе группа граждан на октябрь 2013-1530 36 человек. Перечислить по группам. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников Великой Отечественной войны, жертвы политических препрессированных, узники концлагерей, участники Талового фронта, чернобыльцы. Это все льготники, а речь идет, скажем так, об интересах и семей. То есть это можно в коэффициенте умножить, чтобы понять, сколько людей заинтересованы. С 2002 года эти люди ждут реализации своих прав на получение земельных участков для жилищного строительства или ведения садового и огородного хозяйства на территории Одинцовского района. В зависимости от того, кто с какой просьбой обращался. В 12 лет льготники не могут пользоваться своим правом строить дома, обустраивать свою личную жизнь, вести личное хозяйство на территории Одинцовского района. В названный период времени район активно продает любые земельные участки через аукцион, либо через конкурс на право заключения аренды, договора аренды, в том числе государственные и муниципальные земли. Основываясь на данных отчета счетной палаты Российской Федерации 14 декабря 2007 года и сведясь воедино с данными сайта администрации Одинцовского муниципального района, в Одинцовском районе с 2002 года в землепоселение переведено более 111 квадратных километров земель. Для наделения всей льготной очереди всего необходимо 2,3 квадратных километра. На наш взгляд тут очевидно несоразмерность. Отвлечение. Эксгубернатор Глобов в последние дни своего нахождения на посту, согласно документам, в интересах коммерческих организаций перевел около полтора тысячи гектара из лесного фонда в землю населенных пунктов. Я хотел тут показать, что механизм понятен, полномочия позволяет, но обращаю внимание, что в отношении прав льготников таких инициатив не было никогда предпринято или похоже. Далее. Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько равнозначных видов получения земельных участков. Приобретение за деньги первые регулируемые статьей 30-й пункт 1 земельного кодекса Российской Федерации. И второй способ без внесения денежных средств в случае предусмотренного настоящим кодексом федеральными законами и законными субъектами Российской Федерации. То есть бесплатно статья 28 пункт 2. Еще раз подчеркиваю, равноправно. Поскольку процесс предоставления земель вносит заявительный характер и платно и бесплатно, первое обратившееся с заявлением имеет преимущество. Первым воспользуется реализовать свое право. Но, как я уже сказал, земли продаются на аукционах, а льготникам не выделяются. Фактически существуют две очереди. Для категории 1 земельные участки есть, можно купить за деньги, для второй категории земель нет. Очевидно, преимущество в реализации прав, созданное в интересах группы 1 среди равных градусов. В обход изначально приоритетной очереди, спок прилавка земельные участки сразу попадают на аукцион или конкурс. И так, на продолжении 12 лет. Неоправданное различие в правах и обязанностях человека по определенному признаку является прямой дискриминацией. Прямая, поскольку лицо, входящее в состав объекта группы, все равно не сможет воспользоваться бесплатным вариантом реализации своих прав, а за деньги, соответственно, появляется возможность получения земли. То есть, ущемление прямо направлено против группы лиц, имеющих первоочередное приоритетное право. Признаком, по которому происходит разделение между группами, является материальное положение или возможность снизения денежных средств. Как раз разграничивается по статьям земельного кодекса, регулирующего возможность приобретения земельного участка. То есть, статья 30 пункт 1 и статья 28 пункт 2. Далее, ответы администрации, в которых нас убеждают в изменении законодательства, в отсутствии земель, и учитывая продажу земель в обход очереди, можно понять, нам видится скрытый характер происходящего. Принимая во внимание отрицательный результат наших многочисленных жалоб и обращений в различные инстанции от президента Российской Федерации до, не знаю, с коллегами своими общались, с архивами, виден глубоко укоренившийся и системный подход к этому неправданному различию. Жалобы не рассматриваются, по существу не проводятся проверки, везде демонстрируется невозможность повлиять на ситуацию, либо ее исправить. На наш взгляд, все льготники, входящие в эту группу, не получавшие в разумный срок требуемый земельный участок, являются пострадавшими в результате неравного подхода. В данном случае, в соответствии с законами Российской Федерации о международном праве, не хоти ограничения прав льготников в данной ситуации не допустить. Вот объявление на сайте администрации Одинцовского района. Администрация Одинцовского муниципального района изыскивает возможность предоставления земельных участков как на территории Одинцовского муниципального района, так и в других разумностях и вложительных подходах к частной семейной жизни, к сложившемуся быту. Здесь у нас родители, друзья, дети ходят в школу, детские сады. Работа, могила, предка, все неразвенно связано с постоянным местом проживания в нашем районе. Это малая родина, и прогонять нас отсюда не допустим. В интернете появилось объявление о предстоящем тендере на покупку земель именно в других районах Московской области. Мы расценим это как попытку очередного денежного оборота за счет вырученных средств первоначального ущемления приоритетного права льготников. Положенная земля льготникам давно продана, и сейчас, учитывая огромное возмущение, район решил купить землю. На тендере из предложенных будет выбран самый дешевый земля. Считаем, что общественная палата в первую очередь как бы заинтересована в извлечении таких болезней, как дискриминация, болезни общества. Поэтому я решил сделать такой же доклад небольшой. Прошу общественную палату пересмотреть вопрос, учитывая изложенное мной за него. Спасибо. Я прошу прощения. Как Ваш имя? Румянцев Алексей Васильевич. Я могу оставить контактные данные для связи со мной. Я так понимаю, это обращение в общественную палату? Алексей Васильевич, я хочу лишь прокомментировать одно, то, о чем я уже сказал. Последние события, которые произошли в администрации, связанные с сменой практически всего руководящего состава, основаны именно были на том, что Совет депутатов пришел как раз к выводу о том, что земля со стороны администрации управлялась и распоряжалась администрацией абсолютно нерационально и неэффективно. Почти 110 пустых участков, которые можно было отдать, в том числе очередникам многодетным семьям, были протаны по мошеннической схеме только за прошедший один год. 110 участков. По 25 соток. Если считать, что многодетным семьям и очередникам можно давать участки по 10, 15 соток, вы можете понимать, что можно было бы решить проблему для 200-250 семей. То есть практически половина очередности закрыта. Поэтому сейчас в качестве Совета депутатов обозначил в том числе в качестве одного из приоритетов для новой администрации первоочередное решение задач, связанных с многодетными семьями и вопросами земли. Земля должна отдаваться законно. Вы не совсем правы, речь не идет об аукционных конкурсах. Из 350 участков лишь 13 были проданы с аукциона. Остальные уходили постановлениями администрации не публично и закрыто. Я и решал информацию по этому поводу. А значит, никто не мог это проконтролировать, в том числе и общественность. И администрация в том числе не выполняла поручения Совета депутатов опубликовывать всю информацию о предоставляемой земле на сайте. Этого не происходило. Но решение в любом случае административное принято. И сейчас это уже ответственность нового руководителя администрации и нового руководящего состава администрации. Поэтому я думаю, что то обращение, которое сейчас прозвучало, его услышали все здесь присутствующие, в том числе представители поселений, которые также понимают эту информацию. И я полагаю, что в том числе, как я уже сказал, те участки, которые сейчас приостановлены, они должны возвращены быть в обороты, переданы льготникам. В примере, это моя позиция, ее можно поддержать, не поддержать. Это в любом случае решение должна принимать уже будет администрация. Я думаю, в общественной палате будет интересно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть или еще вопросы? Я хочу услышать по поводу компенсации после полутора лет, если минуты попадают в детский сад, до трех лет, я думаю. Подразумевает вообще? При формировании бюджета на 2014 год данная льгота предусмотрена муниципальной программой социальной защиты населения. Эта льгота предусмотрена многодетным семьям из 600 семей, из расчета 3 тысячи на ребенка в месяц. Годовая сумма, которая предусмотрена для вывода этой компенсации в бюджете, 22 миллиона. Блока — это дело, первый шаг в данном направлении. Возможно, я пропустил, когда господин Игорь упал, по поводу стадов по молодежи, в долгие. Это будет коммерческий или все-таки муниципальный? Ведомственный. Это будет ведомственный, детский сад. Ведомственный, да? А как будет ведомственный сад, раньше он строит, раньше он строит. И на город, то же самое, там, резко. На кулу, да, да. Мы же говорили о кулу. На кулу. Не, вовремя 52, когда будет ведомство. А, на молодежной муниципальной. А, на молодежной муниципальной. Муниципальной, да. И еще верхней пролетарской, извиняюсь. Тоже муниципальной. Все, спасибо. Коллеги, есть еще вопросы какие-то? Я тогда хочу попросить прощения и благодарность за то, что наши коллеги из поселения приехали. Не удалось, не успели мы им дать слово. Я думаю, что мы там запросим всю необходимую информацию, представим ее для публикации в интернете и средствах массовой информации, для того, чтобы у наших жителей была возможность увидеть, как на уровне поселения реализуется программа. Из Ново-Ивановского есть кто-нибудь? Есть. А, пожалуйста, можно рассказать, что случилось в Ново-Ивановском? Почему сейчас она твоя посылка в Ново-Ивановском? Ну, с сохранением самого себя от должности господина Зимовца и самому отпуску Совета депутатов. У меня какое предложение? Этот вопрос не публично, не наших слушаний. В индивидуальном порядке можете эти вопросы задать. Коллеги, спасибо вам огромное. Я надеюсь, мы в таких форматах будем чаще встречаться. Спасибо.